Всем привет! Мой следующий проект будет вот эта норковая шубка. Что я с ней буду делать? Ей нужно изменить форму рукава, убрать длину и немножко карманы пореставрировать. Начнем с того, что мы... Вот я вам показываю, тут капюшончик такой. Здесь такой стриженный мех, деталь на поясе и такие шнурочки. Это мы ничего трогать не будем. Я буду заниматься длиной. Сейчас я так оторву рукава. Вот так. Раз. Отрываем. Сейчас нитки. Вот так. Вот так. Отрываем кусок ненужный. И вон тот и второй. Вот так. Все. Это все нам не нужно будет. А с этим будем работать. Ну, в общем, отрезали мы ненужные детали. Кто не понял, это была шутка. Я, конечно же, не отрывала мех. Грубым способом я все отрезала. Это было сделано ради минутки улыбки. Так. Что я хочу дальше вам сказать. Давайте я это видео сниму с таким расчетом, что вы, например, решили сами изменить фасон своей шубки или там простенькие какие-то изменения сделать. Например, вы хотели сами отрезать длину рукава и вот дальше вам нужно какие-то действия произвести. С чем бы вы столкнулись? Я всегда призываю людей, которые маломальски умеют что-то своими руками делать, все-таки пробовать, не бояться и делать. Иногда к мастерам идти дорого. Мне, например, как мастер часто обращаются люди с каким-то небольшим, по их мнению, небольшой какой-то объем работы, но я всегда называю цену, которая им кажется великоватой, да. Я-то понимаю, что мне выгоднее сделать более крупный заказ, чем, например, взять три мелких. Мне все равно тот же объем работы придется проделать, а людям непонятно, почему я такую цену называю. Сейчас я вам покажу способ, каким вы сами можете попробовать делать свои меховые изделия. Если у вас хватит терпения, эстетики какой-то внутренней, да, ну и просто элементарно вы поймете, как работать с материалом, с мехом, и я думаю, вы справитесь. Всегда всех женщин к этому призываю. Пробуйте, учитесь и делайте сами. Первое, что вам нужно держать в руках, это вот такие инструменты для того, чтобы резать мех. Профессионалы работают с корняжными ножами, специальными очень острыми лезвиями. Вещи дорогие, практически недоступные для простого человека, их надо покупать. Я вам советую просто разжиться вот такими лезвиями старыми, типа Нева для опасных или каких-то безопасных бритв, да, старых, которыми можно работать. На старом кусочке меха какую-нибудь потренируйтесь резать. Сейчас я буду одной рукой камерей держать, другой попробую вам показать. Значит, неудобно. Сначала по линейке попробуйте просто ручкой шариковой нанести линию. Просто по мездре отчерчиваете заготовку себе. Затем выбираем линейку и пробуйте. Мех режется на весу, то есть он у вас в этот момент не лежит на столе, чтобы вы не отрезали волос. Вот, смотрите, я просто на весу держала мех и по линейке я сейчас мне неудобно, тут камера лежит. Ведь я даже не попадаю в линию, мне просто тут лежит, мне вот здесь лежит телефон, мне неудобно. Сначала, видите, я сделала точно по линии. Короче, когда вы будете двумя руками работать, вы точно по этой линии, по линейке, лезвием рассекаете мех очень аккуратно. Есть две-два, которые вам нужно научиться делать. Научиться делать простой скорняжный шов, который максимально похож на машинный скорняжный шов. Я вам сейчас показываю машину скорняжный шов. Он похож на шов зигзаг, но он способен расплющиваться, то есть вот эти швы мы всегда растягиваем так, чтобы они были плоскими и мех расходился в разные стороны. Давайте я быстро покажу ручной скорняжный шов. Я взяла тут кусочек меха тренировочный, который я разрезала лезвием. Значит, сейчас я попробую показать вот на этом разрезе. Так, нитку в один слой, крепкую и тонкую. Иголку нужно острую брать. И плотную, прочную, чтобы металл не гнулся. Значит, первый прокол делаем навстречу себе, со стороны от себя к себе. Первый прокол. Второй прокол в ту же самую дырочку, в которую первый раз прокалывали. Вводите иглу и выходит игла в том месте, где вышла нитка от первого стежка. То есть, вы повторяете этот же самый стежок. Прокололи и затянули. Второй стежок делаете в миллиметре от первого. Вводите иголку в миллиметре от первого. Вводите в миллиметре. У меня получилось чуть больше миллиметра. Видите, вышло. Это второй стежок. Снова вводите иголку во вторую дырочку, где начинали второй стежок. Вводите во вторую дырочку, где прокалывали второй стежок. То есть, вы снова окручиваете. Первый раз вы окрутили и во второй раз вы окрутили ниточку. Пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее стежки вы делаете точно так же. Посмотрите, какой у меня стежок получается. Я уже сделала несколько. Сравните толщину иголки на меньшие миллиметры. И вот эти стежки, которые получаются. Вот это что за черное я не пойму? Это, наверное, ниточка, что ли? Ну, короче, вот мои стежки идут по самому краю. Мех вы постоянно подправляете иголочкой вовнутрь и движетесь дальше. Я хотела вам показать на самом шве, но я думаю, вам совершенно не видно. Тот зигзаг, который получается. Давайте я вам покажу на рисунке. Так вот, наш край меха. Выводите иголку на себя. Выводит, вышла нитка у вас здесь. Обкручиваете нитку. Снова заходите в эту же дырочку. Выводите ее сюда и переходите на следующий стежок. Снова с той стороны заводите. Здесь нитка выходит. Выходит здесь и перекидывается сюда. То есть у вас, получается, в итоге вот эти вот переходы образуют тот самый зигзаг. Вот эти. Так, сейчас буду рисовать. Давай я смотрю в камеру. Короче, вот зашла она, обкрутилась, вышла сюда. Короче, в итоге у вас получается вот так. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вот здесь два раза нитка. Здесь два раза. Здесь два раза. Здесь два раза. Правильно рисую? Неправильно? А вот эти стежки перекидочные образуют... Так, тут кажется, неправильно рисовала. Вот эти перекидочные стежки образуют зигзаг. Вот здесь лучше видно. Короче, вот вы зашли, обкрутили, перешли, зашли, обкрутили, перекинули сюда, зашли. И так дальше. Сюда, сюда, сюда. Понятно, непонятно? Начирикало. Ну, в общем, как-то так. Короче, первый повторяется, второй повторяется, третий повторяется. Я лишнее. В общем, не могу рисовать, одновременно и говорить, и снимать. Три действия в моей башке не укладывается сразу. Поняли, не поняли? Если не поняли, погуглите. Ручной скорняжный шов. Он потом выглядит все-таки вот так. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. И он позволяет, когда вы мех растянете, вот у вас будет вместе лежать два, две толщины меха, да? И он будет вот такой. Вот так он будет выглядеть. Он будет растягиваться. Вот так его прогоняете, он плотненько, мех расходится. В общем, такой я объясняльщик. Так вы научились отрезать мех ровненько и научились его сшивать. Потренировались где-то на другом кусочке. Теперь вот смотрите. У этой шубки мне нужно было сделать прямыми рукава. Они были расклешенными. Я нашла центр. И с обратной стороны, там, где был внутренний шов, высчитала нужное. Вот видите? Вот так был рукав. Центр я не трогала. Я от центра одинаковое расстояние, которое мне нужно, отмерила. И вырезала внутренний кусок. Он немножко трапециевидный. Видите, он был расширен. То есть я отчертила линию. Вот этого от локтя до низа рукава. И одновременно с этим я отчертила лишнюю длину, которую мне нужно было отрезать. И единым махом я отрезала вот эту деталь. С одного рукава и точно такую же с другого рукава. Дальше я сшила рукава. Они у меня получились теперь прямыми. С нижней я отрезала 14 сантиметров. И три было на подвороте. То есть 17 сантиметров. Вот это все, вот этот вот весь сморщенный мех, это была такая тюльпанообразная юбочка. Знаете, такой юбка-тюльпан. Девочке она не нравится, поэтому я ее убрала. После того, как я это отрезала на новую подолу, я нашила вот такую тесьму. Тесьма в два сложения из любой саржи. Она нашивается по низу, также по низу рукава и по бортам. Сейчас я занимаюсь тем, что я выравниваю, подворачиваю мех и выравниваю край рукава и подол. Делать это лучше на весу. Удобнее всего на манекене, но у меня манекена нет до сих пор, поэтому я вешаю на вешалку, распределяю равномерно по плечам, чтобы у меня не было перекошено ровненько, все висело. И дальше занимаюсь тем, что я подкалываю иголочками и добиваюсь ровного горизонтального этого края, чтобы у меня нигде мех не провисал. Мех может провисать от любой, по любой причине. Бывает, что хребты выглядят такими полукругами. Нужно их добиться, такой горизонтали, которая вам нужна, чтобы издалека у вас рукавчик был ровненький. То есть, если не нравится, перекалывайте, снова подкалывайте, просто вот так иголочками закалывайте. То есть, у вас изнутри подшита уже лента. Я еще ее не рассекла, но уже подшила. И сейчас простыми иголочками я работаю. Если вам сложно так, вы можете издалека смотреть на эту горизонталь и вот равняться. То есть, у меня вот эти внутренние подкладки болтаются, вам это сейчас может мешать, но я-то я смотрю по линии меха. Вот здесь, допустим, я бы еще немножечко приподняла, сейчас перекалю. Ну, рукава, в принципе, более-менее уже вывела. Так, что дальше? Дальше надо будет все швы выровнять по длине. То есть, мы измеряем внутренний шов, внешнюю сторону, боковые все промеряем, все промеряем. И вот таким вот долгим-долгим подгоном выравниваем длину борта, длину рукавов. Поворачиваете шубку спереди и выравниваете вот эти углы передние. В данном случае у меня вот этот еще длиннее, на целых полтора сантиметра. А когда вы их выровняли, нужно их наметить, и внутренний угол, когда будете заделывать, у вас будут вот эти бортики, ровненькие уголочки. Смотрите на все, на все углы с дальнего расстояния, с ближнего расстояния. И, в общем, вот эта работа не быстрая. Тут торопиться не следует. Тут нужно все глазомером своим выровнять. Так. Такой этап. Покажу, что у нас творится внутри. Так, смотрите. Те иголочки, которые я сейчас подкалывала, они фиксируют нам. И лента, которую я пришила. Я пришила ее ручным способом. Я что-то хотела по ручному посидеть, пошить, потому что была уставшая. Не хотелось мне за скольняшку садиться. Я, в общем, ручками делала. Слушала книжку и так работала позавчера. В общем, лента пришита вручную, но нам это тут совершенно не мешает. Она с лица швы аккуратненькие, видите? Ничего тут не видно. Поэтому, смотри, вот что у нас. Лента пришита. Я ее не забываю. Я буду ее еще рассекать. В этой шубке такая особенность, что укорачивая ее, я сталкиваюсь с тем, что длина карманов, как они были раньше, она теперь у меня длиннее, чем сама шуба. Мне нужно будет их укоротить, сделать более мелкими. То есть, вот это я сейчас на машиночке, на машинке перестрочу. С клиенткой мы согласовались, что карманы просто будут мелкими. Но вообще это не очень правильно. Из мелких карманов, знаете, могут выпадать там телефоны, например, вещи. Не надо. По-хорошему, они должны иметь определенное, ну, высокое какое-то вот расположение на изделии. Ну, здесь так оставляем. Так, это внутри у нас. И внутри на рукаве вот так это сейчас выглядит. То есть, у вас сантиметра полтора-два, ну, больше, наверное, не стоит завернуть мех. Лента пришита. Для чего пришивается лента? Чтобы, когда вы пришивать будете подклад сверху, да, вы подклад будете пришивать не к меху, а к ленте. Вот самому-самому краешку, вот здесь. Опять же, я надсеку это все. Сейчас, следующее мое действие, когда я зафиксировала длину рукава, я буду фиксировать саму ленту вот в том месте, где край, вот здесь, вот здесь, где сшита лента с мехом. Вот это место я буду цеплять к мездре. для того, чтобы вот этот отворотик был четко зафиксирован и не оторвался. Но поскольку мех такой тонкий, знаете, я очень хочу вставить туда объемчик. Наверное, вставлю-ка я туда полосочку с пушечки в одном или в два слоя вот туда проложу, и тогда рукавчики, знаете, будут такими более толстенькими. И они не так быстро будут вот тут вытираться на краю. Насчет того, сколько заворачивать, тоже смотрите, чтобы вам, ну, как бы, когда мало, как-то бедновато. Когда много, вроде как лишний мех, да, вы переэтоваете. Поэтому оптимально два сантиметра, мне кажется, подворот. И вот здесь, смотрите, наглядный пример того, как я, вроде бы, отмерила, это я одинаковое расстояние, когда отрезала, но когда я ровняла край, я ориентируюсь на свой глазомер. Мне нужно, чтобы у меня визуально изделие издалека выглядело пропорциональным, ровным, не перекошенным. Поэтому вот после всех перепроверок, видите, у меня здесь осталось меньше подворота, здесь осталось больше. Я уже не буду это все перевыравнивать, я вот так оставлю, просто профиксирую вот этот край. в меховых изделиях такая вот бывает проблема, тем более, когда шьешь не с нуля, а переделываешь изделие. Бывает, что ты все промеряешь по линейке, это должно было получиться все с одинаковым подворотом. Но глаза мои видят, что здесь провисал рукав, вот в этом месте было как бы больше. За счет того, что, знаете, здесь раньше была складка. И вот, может быть, мне надо было вот в этом месте, когда я пришивала, немножко вот откорректировать 0,5. Но я этого не сделала, теперь приходится мне вот на подвороте вот здесь играться. Вот. Но я не забываю про вот эти все моменты и все это все равно довожу до какого-то до какой-то ровности. Так, все это внутрь, в общем, не забывайте, что я как вариант вспушечка у вас, помощник. Так, про карманы сказала, Атра это сказала. Про то, как цепляем вот эту штучку, сказала. Все, сейчас я буду работать. Все, я поставила вспушку. Вон она. Два слоя. Теперь у меня край такой толстенький. Сейчас будем шить. Чем шьем? Значит, узнаете эти нитки, они в советских, любых, хозяйственных, могут продаваться либо в тканевых. Вот как они называются, я вообще не помню. Маркировки тут нет. Палеамидные или какие-то, но они, в общем, очень крепкие. По толщине это примерно сороковка. В две нитки обычно шьют. Иголка нам какая нужна, очень острая, чтобы она легко прокалывала мех, вот прям легко. Потому что каждый прокол вам дается с усилием, если иголка будет вызывать у вас. Если она у вас будет колоться не сразу, то она у вас будет колоть в палец. Я вот шью без наперстка, это моя большая плохая привычка. Поэтому для меня качество иголки очень важное. Прям вот эту, когда нашла, так теперь берегу, как зенец око, стараюсь не потерять. Она мне именно для этих целей удобна. Видите, она прокалывает мездру. Это мездра норки, она прокалывается так. А представьте, если бы вы работали с толстой кожей, это нужно прям усилие прилагать. Видите, я прям тыкаю, ничего страшного, не бойтесь. Колоть можно. Так, сейчас будем шить. Так, вы потихоньку начинаете откалывать иголочки и, отгибая вот эту вот черную ленточку, вон первый мой шов, он должен, вы прокалываете мездру насквозь. Хватайте где-то 0,3 мм, чтобы нитка прошла через мездру. Я сейчас, видите, насквозь спушку прокалываю. И когда у меня нитка вышла, следующим стежком я зацепила вот этот край ленты. И следующий мой стежок опять проколол насквозь мездру и спушку. Вот эта иголка это уже второй стежок. Ну, первый я сделала закрепочный вот тут еще. Все, дальше шьем. Прошли еще немного. Так, смотрите, первый стежок прокалывает насквозь мездру и в спушку. Второй стежок хватает край ленты. То есть, какая задача? Не перетянуть, не тянуть нитку слишком сильно, но достаточно подтягивать плотно, чтобы у вас лента и мездра были между собой плотно, понимаете? Вот, если я оттягиваю, у меня нету там больших пространств. Сколько тут у меня? Миллиметра даже не получается, да? Так, дальше. Когда вы сняли следующую иголочку, вы левой рукой держите тот подворот меха, чтобы вам не сползти, но сами работайте изнутри вон там. Вон там. Вот тут первый стежок прокалывает насквозь вспушку и мездру. Если бы не было вспушки, то просто мездру насквозь. Видите, у меня 2 или 3 миллиметра всего лишь, с учетом того, что толщина и кожа видите, сколько всего лишь мездры я захватываю? Миллиметра или полтора. Почему так важно, чтобы на этой стороне не видно было никаких ниток? Не должно быть их, чтобы, когда вы будете мех расчесывать, чтобы у вас чесалка не цеплялась за нитки. Это первый шов. Вытащили нитку. Дальше делаете второй стежок, который прокалывает насквозь мездру с обратной стороны и ленту близко к тому месту, где вышла нитка. Все, нитку подтянули и третий стежок, он у вас закрепочный будет. Можете проколоть вспушечку уже без мездры и повторно ленту с мездрой с надвороти. Вот как у меня иголка. И это у вас фиксирующий шов, чтобы он и не растягивался, и не оторвался. Частота стежков где-то один сантиметр, то есть от предыдущего до следующего где-то сантиметр. Дальше я опять прокалываю. Мездру я захватила миллиметра два на этот раз все но на этой стороне у меня никаких ниток не будет. Место где иголка вот здесь где-то. Так самое главное не бойтесь шить в швейных изделиях меховых только мех собран на машинке, а дальше идет ручная работа. Собственно все остальное сборка это все на руках, поэтому не бойтесь никаких строгих правил нет. Самое главное не сделать швы наметочные если вы сделаете швы ручные как попало не крепкими у вас шубка просто развалится где-нибудь зацепится что-нибудь может все оторваться поэтому обязательно делайте закрепочки я пришила ленту на одном рукаве посмотрите с этой стороны у меня прихвачена мездра как бы я не тянула у меня вспушка прихвачена с этой стороны у меня прихвачена лента теперь когда я ее и рассеку я буду фиксировать саму вот эту ленту к мездре еще буду делать шов но этот шов уже такой более легкий места где у меня лента пересеклась я просто вот так заверну лепесточками треугольничком обычно так и делают так просто раз вот так видите сейчас поверху проложу шов который зафиксирует саму ленту здесь проще все я просто эту крупными стежками делаю первый стежок очень мелкий захватывая мездру 2-3 миллиметра затем делаю шаг полтора где-то сантиметра и снова делаю раз-два стежок следующий стежок большой снова раз-два захватываю через мездру просто такие большие шаги нитка в два сложения действую теперь я далеко от меха сантиметров в двух я работаю для того чтобы шов потом не вылез у меня вот тут где будет пришиваться под подкладка подкладка будет пришиваться вот здесь близко к меху поэтому этот шов делаем подальше вот он наш рукавчик все я пришила ленту я ее надсекла вот он наш край рукава как видите он толстенький красивенький такой мягенький и ровненький все не бойтесь пробовать может быть вы не будете сразу брать какой-то дорогой мех какую-нибудь старую шубку перешить например ребенку вполне можно попробовать своими руками так идем дальше ту же самую операцию я проделаю со вторым рукавом очередно отстегивая иголочки буду подлазить туда у меня уже стоит вспушечка левая рука буду придерживать вот место где чтобы не сбилось вот этот уровень подворота и аккуратненько в том месте где у меня отвернуто буду прихватывать делать то же самое что я делала с другим рукавом прихватывать край полосы где у меня полоса пришита к мездре вот этот шовчик вот это место вот это место я буду прихватывать насквозь через вспушку к мездре основного рукава когда я сделаю этот я возьмусь за подол на подоле вспушечку вставить я не буду толщина там не нужна на подоле а на рукавах прям желательно вот этот вот а на подоле я этого не буду делать все пока я буду работать дальше пока записывать не буду потому что там длинная работа вот основной принцип вы поняли как пришивается бейка как подворотики делаются как все это выравнивается наверное следующий этап я включусь когда уже буду делать углы спереди на подбортах спереди 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 Продолжение следует...